Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся на закрытии недели моды в Москве в ювелирном доме эстет. Сегодня, как всегда, я с вами, ваша ведущая Диана. Со мной просто неподражаемая невероятная певица Женя, рассказывая. Здравствуй! Привет! Скажи, пожалуйста, как дела, как настрой сегодня? Как я понимаю, ты выступаешь сегодня здесь? А, я уже выступила только что, буквально зашла со сцены. Настрой, вот видите, красота, она создает все. То есть, когда бывает нет настроения, бывает, что с кровати вставать не хочется, да, но ты как-то берешь, перебарываешь себя, а потом, когда ты уже в гримерке, и вот это же закулисное на самом деле, много артистов, только он вдохновляет, и потом конечный продукт производит, я вот так считаю. Мы можем вдохновить на что-то, и потом, соответственно, выйти, это вынести все. Красоту, не знаю, там, красоту тела, красоту платья, макияж, соответствующие украшения, это все-все очень важно, потому что, когда ты одеваешься, чувствуешь себя комфортно, вот сегодня я чувствую себя комфортно по красоте, но несколько некомфортно мне было на сцене, потому что платье достаточно сложное, нужно не крепиться. Я бы хотела петь романс, но меня здесь, значит, подрулили, как бы, с другими песнями, и поэтому я когда махала, я делала вот так, но красота требует жертв, соответственно. Но в этом платье все время спину держишь прямо, потому что если ее не держать прямо, соответственно, она вообще с тебя западет просто. Ну, я смотрю, просто платье невероятной красоты. Скажи, пожалуйста, что это за дизайнер? Это один из моих любимых дизайнеров, у меня там три любимых дизайнера. Сегодня я в платье от Ивана Рыбникова, вот он, скажем так, подрастающий такой. Я думаю, что с его трудоспособностью я знаю как человека, он многого добьется. Он очень контактный, он мой друг, и он занимается именно вечерними платьями. Я сегодня посмотрела себя в телефоне, у меня там штук 20 уже выходило его платье. Вот, это невероятно, оно одно из моих самых любимых. Единственное, что он, видимо, как-то преувеличил несколько моих размеров. Но я думаю, что мы в следующем выступлении его подправим. Но среди вот такой красоты, как бы, надо соответствовать. Иван Рыбников, дизайнер вечерних платьев. А скажи, пожалуйста, может, у тебя есть свой рецепт красоты, рецепт счастья, энергетики, чтобы человек просто вдохновлялся тобой, я смотрю, глядывая на тебя. Я бы тебе сказала, если бы с тобой сейчас вдвоем сидели за бокалом, короче. Вот я бы честно сейчас сказала, что вдохновляет. Ну, конечно, вдохновляет любовь. Любовь, она не... ну, весна. У меня любовь к творчеству. Еще я очень счастливый человек, поскольку я творческий человек. Я сублимирую все свои состояния в творчестве. Я пишу книги, пишу картины, пою песни. И из меня выходит, даже если какой-то есть негатив, но я же нормальный человек, у меня разные чувства бывают. Это все таким образом вот рождаются, как бы, сюжеты. Так что мне полезно переживать все состояния. Но, конечно, мне очень нравится переживать чувство счастья. И немножечко легкую-легкую грусть. Вот эта тоску, скука, она тоже мне щекочет нервы, поскольку я, как артист, много сижу на чувствах все-таки. Как я понимаю, ты начала заниматься своей карьейой с детства? Или это было как-то спонтанно? А вот вам об этом расскажет Александр. Александр, пойдемте в кадр. Здравствуйте. 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 Скоро я сниму с его лодками. А расскажите, как раз, пожалуйста, что это будет за фильм? Или это пока в секрете остается? Это сериал в стиле ТНТ. Действия происходят в Австралии на лайнере в открытом океане. Жизнь кинокомпании, телекомпании. Вы, то есть, специально для сериала, как я понимаю, поедете в другую страну и снимаете? Да, все верно. Что это будет за страна, если не секрет, конечно? Австралия? Я же сказал, что это будет в Австралии. Куру вообще вот эта ботва вот эта. Ну, это вообще, конечно, потрясающе. У меня напрашивается личный такой вопрос. Мне всегда было интересно, вы достаточно известные люди, и как вы вообще ходите там в магазин за хлебом, там за одеждой? Я хожу в костюме покемона, у меня есть такая куртка с капюшоном и с ушами. И так вот это. В жизни я достаточно скромный человек, я люблю одеваться комфортно. Единственное, что я ярко люблю яркие цвета. И я никогда не ношу каблуки, у меня есть где выпендриваться просто. Поэтому в жизни я не крашусь практически. Ну, стараюсь, по крайней мере, беречь. Я практически не делаю причесок, но если только куда-то идти на вечеринку, потому что у меня с этим связана работа. Я берегу волосы, берегу кожу, берегу ноги, потому что у меня есть где выгуливаться. Поэтому в жизни я стараюсь. Мне очень не нравится, когда ко мне подходят после сцены и говорят, Женя, это было классно, мурашки побежали. А когда в жизни ты занимаешься какими-то определенными вещами бытовыми, да, все равно мы же, радисты, мы же должны все равно и за домом следить что-то еще. Здесь, конечно, не хочется каких-то лишних ушей. И, честно говоря, у меня бывают такие моменты, когда я просто запираюсь и отдыхаю. Я почти всегда вхожу в красном, либо в желтом, но одеваю кепку белую с буквой «А». С одной стороны, как бы меня могут и не узнать, а с другой стороны, в любом случае, я притягиваю внимание. Но это чисто эстетический вкус, чтобы дарить людям радость, потому что я снимаю только комедии. И Евгений у нас тоже самый позитивный, так сказать, персонаж, персонаж в сериале. Так что я стараюсь поярче одеваться. В отличие от девушки, от Жени. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, такая ситуация все равно, вас в любом случае узнали на улице, там еще что-то, вы стараетесь как-то все по-быстрому, или вы спокойно относитесь к фанатам, к поклонникам? Потому что много людей, которые хотят сфотографировать, хотят вашего внимания. Я думаю, что это часть профессии, нельзя в никаком случае игнорировать такие вещи. У меня за плечами фабрика звезд, да, и я понимала в тот момент, что, в принципе, это просто раскрученный проект, но у меня был совершенно абсолютно шок, когда люди смотрели меня каждый вечер, там, по первому каналу с утра и вечером, и они-то меня все знали, и они считают, что я как бы обратку должна получить, и когда просто там тебя встречают, по-небратски. «Ой, Женечка, так пойдем на курочку к нам!» это вот было. Ну все, мой любимый проект, я «Фабрику звезд, наверное, всю смотрела». Я не смотрела, я сама его посмотрела. Я не смотрела, только участвовала. Потом поняла, что такое чудеса монтажа, посмотрела одну серию. Ну и стала сниматься в сериалах. Где, по крайней мере, контролируешь процесс. Ну а меня, так как все еще знают по сериалу Кодестов, телеканал СТС, очень многие подходят и просто просят, а может... Мы вас узнали, сначала восторг дикий, я удивляюсь, уже столько времени прошло, а получается дикий восторг, а можно с вами сделать селфи? Ну я как человек ответственный, не могу сказать, что нет, нельзя, потому что мы артисты работаем все-таки для наших зрителей, и, естественно, фотографируемся, оставляем автографы. Я думаю, что «Фабрику звезд, что сериал Кодеста» просто невозможно забыть, потому что с этим даже прошло и мое детство, хотя я как бы со школы, наверное, Я сейчас себе паспорт хочется съесть. Нет, 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 я имею в виду, что как бы... Я даже вот недавно ходила тоже на проект «Последний фабрик звезд», и мне настолько интересно, как это все проходит, как вообще добиться успеха в этом. Это проходит очень тяжело, я вам хочу сказать. Показывает, как мы ели и ссорились, на самом деле у нас было по 6 часов хореографии каждый день, и все время напряжение, потому что ты просыпаешься, на тебя уже 72 камеры смотрят. Невозможно, но я... Самый большой вывод, который я сделала из этого проекта, что самый красивый человек – это естественный человек. И с тех пор я себе не изменяю, я говорю, что я думаю. Я, блин, улыбаюсь, когда мне грустно. И шучу на тему, когда мне спрашивают. Рассказываю, а что ты такая грустная? И говорю, я не грустная, я трезвая. На самом деле, просто... Почему я обыгнать человека не должна? Я человек праздник, конечно же, но я же тоже могу грустить и уставать. И это все, естественно, нормально. А как у вас проходит повседневная жизнь? У меня повседневная жизнь проходит достаточно насыщенно, потому что практически 3 раза в неделю я провожу кастинги. И на кастинг приходит, ну, примерно около 100-200 девушек, да. Естественно, это новые эмоции, новый... Хорошая профессия. Ну, на самом деле, это так кажется со стороны, да. А на самом деле, все-таки, работа режиссера, это не только развлечение, да. Потому что надо подобрать, так сказать, идеальную актрису, как Евгения, допустим, да, и там Светлана Ходченкова, которую я очень хорошо знаю, Настасья Самбурская, да. То есть это примерно, я привожу типажи, которые востребованы в моих проектах. Скажите, пожалуйста, как попасть к вам в сериал вообще? Кого вы отбираете? Здесь, конечно, тоже не секрет. Смотрите, мне можно написать ВКонтакте. Мне для себя интересно даже уже. Да, пожалуйста. В ВКонтакте найдете Александра Любашенко. Пожалуйста, кто хочет принять участие в кастинге, пусть пишут. Я хочу вас, пожалуйста. Вернись. Вернись. Ой, какая у нас принцесса появилась. Здравствуй. А мне дети, как у нас. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, как зовут тебя? Меня зовут Настя. Очень приятно. Ты сегодня участвуешь тоже в показе? Я уже участвую. Я сегодня участвую. Давно занимаешься, работаешь моделью? Да. Не боишься выходить на сцену? Ну, только чуть-чуть стесняюсь. Ты очень красиво сегодня выглядишь. Вообще, у тебя так стилисты одели бантик, такой красивый у тебя. Спасибо. Ну, что ж, я желаю еще раз, несомненно, всем вам удачи. Вам, конечно же, снять самый лучший сериал, хотя я в этом не сомневаюсь нисколько. Тебе карьера дальнейшая, чтобы ты добилась всего. Спасибо вам большое. Хорошего. И оставаться такой же стильной, девчонкой. Спасибо вам большое. И что ж, до новых встреч. Пока. Пока.